В Люберцах состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства среди работников МОЗ «Облгаза». В этом году соревновались представители девяти профессий, причем две из них впервые. Это экскаваторщики и проектировщики. Мероприятие посетили глава МОЗ «Облгаза» Дмитрий Голубков и глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий. Важным событием в рамках конкурса стала презентация новой компетенции «Монтаж и эксплуатация газового оборудования». Для дальнейшего включения его в конкурсный перечень, утвержденный компанией «Волтскилз Раша», который является организатором национальных чемпионатов «Молодые профессионалы». Сегодня мы проводим уже ставший традиционным пятый по счету конкурс рабочих профессий, конкурс профессионалов газовиков Московской области. Называется он «Мособлгаз Скилз». И традиционно уже пятый раз подряд мы тестируем и проводим такие внутренние соревнования среди тех компетенций, которые имеют наибольшее распространение и которые наиболее важны в газовом хозяйстве Подмосковья. Голубков уточнил, что тестируются проектировщики, строители, сварщики и многие другие специалисты. Профессионалы, которые необходимы при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. Мы здесь представляем новую компетенцию, которую планируем ввести для конкурса WorldSkills, такого самого крупного конкурса профессионального мастерства в мире. По словам гендиректора Мособлгаза, на сегодняшний день в газовом хозяйстве Подмосковья применяется все больше высоких технологий. В этом году на конкурсе тестируются не только навыки традиционные, такие как сварка, установка газовых котлов, но также организаторы проверяют теоретические знания сотрудников сферы. Целью которого является популяризация и повышение престижа рабочих профессий. Наша страна присоединилась к этому движению в 2012 году, и за это время уже достаточно много сделано. Вот, собственно, в данный момент на этой площадке в рамках конкурса профмастерства Мособлгаза мы запускаем компетенцию по стандартам WorldSkills. Она представлена первый раз, монтаж и эксплуатация газового оборудования. Специалисты продемонстрировали главе городского округа Люберца Владимиру Ружицкому этапы технологического производства. И знак «плюс» указывает на то, что мы движемся к непосредственно к интеграции. Средний возраст рабочих Мособлгаза – 42 года. Однако на службу в газовую промышленность приходят и молодые специалисты. Также на конкурс прибыли представители региональных газораспределительных организаций. Здорово все организовано. Я считаю, что удобно и участникам этих соревнований. Я думаю, что и пресса, и все обстоятельства тоже, мне кажется, очень тут комфортно находиться. Но повторюсь, что очень все здорово, очень все понравилось. Мы обязательно применим это все в своих газораспределительных организациях. Организаторы-судьи надеются, что аналогичные конкурсы среди квалифицированных специалистов будут проводиться и в других городах России. Екатерина Скрижалина, Тмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.